Молодежный проект «Смелость» Владимир Купин, Владимир, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, в чем суть этого проекта? Это мастер-классы, обучение, нетворкинг, что это за сочетание форматов? Молодежный проект «Смелость» на самом деле большая такая история, это большая экосистема, которая состоит из многих историй, это и образовательные форумы, это и молодежная премия, это спецпроекты, это программа наставничества. Вообще этот проект реализуется Центром амбиции «Сфера» два года, в этом году у нас есть генеральный партнер в виде Алтайского госуниверситета, и при поддержке «Росмолодежь Гранд» реализуется этот проект. И в этом году «Смелость» — это в первую очередь о том, что мы ищем и поддерживаем молодежь, которая имеет компетенции в области коммуникации, они хорошо стрессоустойчивые, у них есть навыки проектной деятельности. И самое важное, что, допустим, в молодежном проекте «Смелость», а именно в ключевом его блоке — это молодежная премия, которая стартовала у нас с 13 сентября и по 5 октября, мы не оцениваем участников наших по их портфолио, по их достижениям, мы оцениваем их компетенции, навыки, как они могут работать в команде, как они могут коммуникативно выстраивать свою роль и работу в команде. То есть, как я говорю, в этом проекте не оценивают, а ценят, и изучают как раз... Для нас это большой, на самом деле, хороший исследовательский проект. Посмотреть через конкурсную призму, как молодежь может себя самореализовать, если убрать историю вот этих тип портфолио и так далее. Вот, соответственно, есть премия, там участники борются в пяти номинациях. Это «Молодой предприниматель», «Общественник года», «Чемпион изменений» — это «Спортсмены», «Лидер креативных индустрий» и «Добровольчество». Они борются в своих номинациях, в каждой номинации есть победитель плюс три лауреата, и среди победителей в номинациях определится гран-при, который получит 200 тысяч рублей. Здесь тоже важно отметить, что это не грант, это не история, когда мы передаем деньги и ждем от них, что они реализуют какой-то проект либо какое-то событие. Это премия для того, чтобы молодежь сама почувствовала, на что она хочет их потратить. Если у него есть запрос на профессиональное самообучение, либо на оплату обучения, он может потратить на нее. Если это история вне покупки оборудования для того, чтобы он учился, либо реализовывал проект, на это тоже может править. То есть это проект, который в первую очередь для нас, как для организаторов, позволяет найти вот этих лидеров, которые, возможно, где-то внутри себя не так круто проявляют, но имеют большие компетенции. Допустим, мы же с вами все ходим в кофейню, нас обслуживают молодые ребята, но находятся ли эти молодые ребята в орбите молодежной политики? И тогда вот молодежный проект «Смелость» позволяет этих ребят привлечь в проект, где они могут заявить о себе. То есть участвовать могут студенты, школьники, люди старше студенчества. Вот какие у вас? Да, у нас ограничения в этом году от 16 до 35 лет. То есть, по сути, это достаточно хороший разбег, где могут и студенты СПО принять участие, и уже состоявшиеся предприниматели, либо специалисты в своих областях, в том числе в лидере креативных индустрии, допустим, могут принять участие актеры театра. У нас нет на это ограничений. Либо журналисты в том числе. То есть главное проживать на территории Алтайского края, быть в этом возрастном диапазоне и иметь желание заявить о себе. Как я уже сказал, есть несколько этапов в этом проекте. Есть этап онлайн. Это когда участники проходят онлайн-тестирование. И здесь тоже важно отметить, что участники проходят тестирование, которое специально разработано командой психологов, командой людей, которые следят и подбирают будущих сотрудников HR. Они проходят тестирование по помехоустойчивости, стрессоустойчивости, лидерским компетенциям, работе в команде и управлении проектами. То есть у них будут стрессовые тесты, которые надо решить в ограниченное количество времени. И уже тогда формируется рейтинг участников. После их будет в онлайн-этапе ждать онлайн-интервью. Онлайн-интервью они будут проходить с нашими экспертами. Среди экспертов также есть психологи, есть представители крупных общественных проектов и общественных организаций. Это не только территория Алтайского края. Мы приглашаем экспертов. И, соответственно, по итогам тестирования и онлайн-интервью формируется итоговый рейтинг. На основе этого рейтинга 100 участников будут приглашены в очный этап, который пройдет в Барнауле с 13 по 14 ноября. И это уже решение каких-то кейсов, да? Да, участники 13 ноября будут решать кейсы, связанные с социально-экономическим развитием Алтайского края. У них будет тоже история непростая. То есть не будет просто передачи кейса, решите, защитите, молодцы. У нас эксперты на очном этапе не оценивают решение кейса. Они оценивают, как участники работают в команде, решая этот кейс. Участники будут обезличены, у них будут модификационные номера спереди и сзади, чтобы эксперт мог это видеть. Они будут работать за столами. За каждым столом будет по несколько наблюдателей, которые не имеют права вмешиваться в конкурсную работу участников, подсказывать и общаться с ними. Они могут только их оценивать, как они себя ведут в той или иной ситуации, решая этот кейс. Это тоже формируется отдельный рейтинг. Соответственно, все эти три этапа формируются и определяется победитель. Но здесь важно заметить, проект реализуется два года. И в прошлом году мы уже проводили эту аналитику и проводили такую историю. И очень отрадно наблюдать, когда ты наблюдаешь со стороны, как организатор, как кейс, допустим, решает молодой студентом 16-летний и уже состоявшийся предприниматель 35-летний, как они обмениваются своим опытом, как они конфликтуют между собой. Здесь тоже история межпоколенческой взаимосвязи о том, как каждый в свое время будет отстаивать свою позицию. Во второй день, допустим, участников будут ждать истории с преодолением своих страхов. Это будет спортивно-конкурсный трек. Спортивно-конкурсный. Да, то есть там тоже будет история. Если вы боитесь страхов, мы будем моделировать историю, где вам придется преодолеть свой страх. Но на практике? Конечно, на практике. А если боясь воды? Тоже для нас, у нас есть заготовки для преодоления такого страха. У нас с каждым участником на уже онлайн-этапе будут работать психологи, чтобы мы могли формировать на каждого участника очного этапа некую карточку его боязни. Для чего мы это делаем? У нас не стоит задача еще больше запугать участников. Для нас стоит задача помочь ребятам, раз проект называется «Смелость», показать свои смелые решения не только в работе над кейсами, но и в работе над преодолением своих страхов. То есть это такая интересная история, на которую я всех приглашаю. И до 5 октября приглашаю подать заявки на сайте смелоездесь.рф. Потому что на данный момент аналогов с точки зрения этого проекта мы не смогли... Я не могу заявлять, что таких аналогов нет, но вот именно в формате преодоления страхов, конкурсного трека, решения кейсов, спецпроектов, которые создают как раз вот эту экосистему молодежного проекта «Смелость» вместе с Алтайским госуниверситетом, над которым мы очень долго работали, мы пока что не увидели. Дополнительный вопрос про кейсы. Это полностью сфантазированные ситуации, или у каких-то кейсов есть шанс воплотиться в реальной жизни? В прошлом году были такие кейсы. Кейсы разрабатываются на основе и стратегии развития Алтайского края, и на основе реалий, которые у нас есть. Мы во всех наших проектах, которые реализуют центры «Амбици-сфера», пытаемся приземлять и с точки зрения организации, с точки зрения образовательного контекста реально практическую плоскость. Шансы реализовать это есть, и в этом году у участников будет постпроектное сопровождение, это когда и наставники, и амбассадоры каждого направления будут дальше работать с участниками, прорабатывать с ними эти решения кейсов и взаимодействовать с ними уже после проекта, для того, чтобы эти кейсы воплотились в реалии. А вот вы назвали пять номинаций, почему именно эти пять направлений были выбраны? У нас каждый год меняются номинации. Я не сказал, что на самом деле молодежный проект «Смелость» — это преемник большого конкурса «Молодой лидер Алтая», который мы запускали три года назад, тоже была такая история. Концепция плюс-минус сохранилась такая же. И вот мы за три конкурсных года, когда мы делаем подобные проекты, мы каждый раз меняем направление. Допустим, направление добровольчества, мы понимаем, что очень много людей в этом направлении работают, и для них нужно это сохранить. Два года была номинация, допустим, лидеров студенческих отрядов. Мы поняли, что мы немножечко трансформировали и создали отдельную большую номинацию «Общественник года», потому что туда могут подать и лидеры студенческих отрядов, и руководители общественных проектов. Допустим, наше новое нововведение — это номинация «Спортсмены», потому что мы увидели, что это та целевая аудитория, которая, если убрать историю спорта, они же тоже имеют очень большой эффект с точки зрения лидерства, с точки зрения конвертации этих участников в последующую их работу в молодежной политике, в региональной политике, куда их можно дальше сопровождать. То есть мы каждый год пытаемся смотреть те номинации, которые были бы интересны как для молодежи, у которых есть на это запрос, и для нас с точки зрения, как для организаторов и создателей этого проекта, что дальше делать с этими участниками. То есть мы понимаем, что делать, допустим, с каждой из этой номинаций. Самая, допустим, для нас рискованная и смелая была номинация — это молодой предприниматель. Вроде бы казалось, интересная история. А когда ты открываешь, у нас в этом году условия участия от 16 лет, а у нас порядка 20 заявок участников, которому 14 лет. Они по формальным признакам не могут принять участие, и это побудило нашу команду сделать в следующем году смелость подростки-дети. Потому что мы понимаем, что для них тоже нужна эта история. Они тоже горят этим моментом. Есть прецеденты, когда у нас на конкурс подавались ребята, которые через суд доказывали свою состоятельность, чтобы они были 14-летними предпринимателями. Мне кажется, в проекте «В смелости» очень круто еще наблюдать за коллаборациями, за партнерами, которые у нас есть. Как я уже сказал, это Алтайский госуниверситет, Росмолодежь-гранты, которые финансируют эту историю. Также у нас есть региональные партнеры в виде фонда поддержки населения Алтайского края, который тоже помогает очень сильно в работе с территориями, с регионом. Поддержка управления молодежной политикой. У нас есть большая хорошая коллаборация с центром «Мой бизнес» и кофейник «Кофебулл». Потому что у нас есть номинация «Молодые предприниматели». Влад Быков как один из успешных примеров молодого предпринимателя. Там, допустим, на базе его кофейни запущены индивидуальные десерты молодежного проекта «Смелость». Лимитированной коллекции. Таких десертов нигде нет, только в его кофейни. И среди участников, кто сможет увидеть эти десерты и попробовать, мы разыграем, допустим, путевку в Дубае. Это тоже для нас смелый вызов. И хочется сказать, что в принципе во всех проектах, которые реализует Центр амбитисферы, и в частности в молодежном проекте «Смелость», концепция подхода к работе с целевой аудиторией, в первую очередь, на что пойдет эта молодежь, на что пойдет наша целевая аудитория. Мы понимаем, что на смелость пойдут ребята, которые хотят заявить о себе. И это конкурс, где не будут оценивать только по портфолио, а будут оценивать, как они работают. Мы понимаем, что наша целевая аудитория находится в кофейнях, значит, нам надо тоже туда зайти. А в целом этот проект глазами участника, это про конкуренцию или про раскрытие каких-то своих индивидуальных качеств? Я, наверное, скажу, что глазами участника, к сожалению, я не был участником, но я общаюсь с ними. И, как я уже сказал, у нас там часть сотрудников, которые работают сейчас у нас в команде, они выходцы из этого проекта. И общаясь с ними, я понимаю, что для участников молодежный проект «Смелость» — это такая некая отдушина с точки зрения учебы, с точки зрения своей повседневной жизни, когда они, во-первых, могут заявить о себе, пообщаться с своими коллегами и найти партнеров. Вроде бы казалось, мы когда говорим про партнера, мы всегда думаем, что вот, это какая-то крупная компания, либо взрослые люди. А когда участники между собой коммуницируют, они уже полноправные партнеры в своих каких-то историях. Поэтому молодежный проект «Смелость» глазами участников — это, наверное, у нас в этом году есть программа «Амбассадоры смелости». Это когда участники, которые были в прошлом году, мы их отобрали, они тоже борются за свой финансовый приз. Они как раз популяризируют этот проект. Общаясь с ними, я у них тоже спрашиваю, что для вас смелость. Мне «Амбассадоры» отвечают, что мы не можем объяснить, что для нас смелость, но мы почему-то туда идем. Потому что мы, наверное, как организаторы, смогли удовлетворить все потребности современного участника. Начиная от мерча, заканчивая конкурсным треком, заканчивая какими-то плюшками. Самое главное — сообществом, которое мы создаем этим проектом. Ну и, судя по прошлому году, молодежь у нас активная, инициативная. Вот что вы видите? Я могу сказать, что на самом деле у нас еще очень много работы с молодежью. И здесь реально эта история, когда я всегда пытаюсь говорить, что общественные организации, молодежная политика — это история, когда любой твой проект может залететь, и очень хорошо стрельнуть. Так получилось с проектом «Смелость». Уникальность алтайской молодежи в том, что она любит и ценит свой регион. И она совершенно многогранна. Здесь, наверное, очень сильно играет роль нашей большой необъятной территории региона. И что, допустим, приезжая в город Рубцовск, ты общаешься с одной молодежью, я сам из Рубцовска, и большую часть моей проектной деятельности рабочей была там. Приезжаешь в Барнулов совершенно другая, но у них есть все одно. Они любят свою территорию, и они горят идеей ее развивать. Понятное дело, что для нас, как для организаторов, для руководителей организаций, с виду это может казаться очень необычным, возможно, не вписывающимся в какие-то рамки, но я могу сказать, и смелость далеко не вписывается в рамки стандартного молодежного проекта. Это правда. Спасибо большое за информацию. Подать заявку на проект можно до 5 октября на сайте смелоездесь.рф. Ну а мы увидимся в эфире.